Прошлая игра была посвящена так называемому гибели Израиля. То есть мы хотели сыграть со всех и узнать, как может погибнуть Израиль в ближайшее время, может он погибнуть не может и так далее. Ну почему я там пошел? Ну я вообще на самом деле по этой кампании немножко соскучился. Это как бы взрослые люди, которые играют в закрытое помещение, в какие-то вещи с некоторым интеллектуальным налетом. Поэтому я по всеми соскучился, по Сергею Борисовичу, по Елене Борисовне и по всей группе знаний в реакторе. Поэтому с удовольствием так пошел. Хорошая погода. Пришел, чай есть там, стол, красивая аудитория. Это дело происходит в инстуке права принца Длендовского. И мы там чем-то занимаемся. Значит, игра состояла из двух частей. Первая часть мы играли, расстановочная игра а-ля расстановки Хеллингера по Тайной Вечере и всем происходящим событиям с Иисусом Христом. Чуть раньше, чуть позже, изначительно позже. Это первое. Второе, что мы играли, это мы играли гибель Израиля. Непосредственно разделились по ролям, кто чего, кто за что. Кто-то был Израилем, кто-то не было Израилем. Мы смотрели, что получится, что не получится. Что произойдет, что не произойдет. Эта тактика стратегистская игра, отчасти она претендует и на предсказание реальности с одной стороны, с другой стороны она претендует и на управление этой реальностю. Просто направление реальностью. Мы берем эту реальность и управляем. Вот. Значит так. Тайная вечеря. Назначено 12 человек. Назначено Иисус Христос. Там есть такой Владимир. Сколько раз я не хожу, он всегда играет какие-то трагические игры, трагические роли. Он, например, на первую восстановочную игру, которая попала в своей жизни, она произошла в день гибели Леха Качинского в Смоленском. Быстро провернули игру, Владимир был Лехом Качинским, который погибает, он находился на стороне смерти, и остальные либо шли к нему, либо от него уходили. То есть сейчас его цель была пробытиться с Христом, а потом его распяли на двух ближайших вешалках. Там были вешалки для одежды, и его на них распяли. Значит, вот такова игра. Какие еще так были люди, кроме 12 апостолов, куда, безусловно, входил Иуда? Помимо Иисуса Христа, там был еще, во-первых, священник Каиафа. Там был, безусловно, царь Ирод, обозначал собой. Был Понтий Пилат, был римский император, иногда он и Грегор Рим. Так называемый был. Кем был я? Я был Понтий Пилат. И они все сели за стол в Тайной Вечере, и начали все говорить про то, как они чувствуют, как они любят Христа. А Иосиф Анимафейский был? Не был. А как же так? Кто с Христом был? Ты не понимаешь, что на Тайной Вечере был даже апостол Павел. Хотя мы знаем, что апостол Павел, он не из 12, а из 70. Поэтому он там быть не мог. А из каких посылок будет делать? Там же дело Марии, она там в основном разливала чай, но она иногда и была Девы Марии тоже. Когда исходя из каких посылок, они считали, что это Тайная Вечерняя? Ну, сами назначили, сказали, что сейчас будет Тайная Вечерняя. Вы спросили, кто? Самый массивный из нас был апостол Петров. Нет, я понимаю, все люди знают, кто был на Тайной Вечере. Почему он назначали лиц, которые там не присутствуют? Если вы меня заставили сейчас, меня перечислить список. Ну, неважно. Арктизанцы когда-то знали, почему включили в Тайную Вечерую кетку. Ну, мы считали, что апостол Павел там был не гласный. Не гласный он там был. Я и поэтому спрашиваю, стоят ли их посылок? Ну, просто за него спасили. А ты кто? А ты кто? А я Ям? А ты кто? А я Иуда? А ты кто? А я апостол Павел. Ну, я тут же возмутился, конечно. Мы сказали, ну ладно, хочешь быть человеком по словам Павелом, пусть будет. То есть гипотетическое такое. И они как все говорили. Мы рассматривали ситуацию, что Тайная Вечеря, апостола, Иисус Христос, все это было историческая реальность. Да, да. Но не историческая, что это было. Это первый вопрос. А второй вопрос, что это как-то связано с тем еврейским науком, который сейчас удается без еврейских наук. Да, без еврейских наук. Как бы два предположения, ничем не обоснованные, но тем не менее. Именно так мы и делали. Так и было. То есть была эта цель. Ну, значит, после того, как все выступили. Ну, они разное говорили. Потому что у меня эта цель во многом немножко навод потроллить. Может так само собой получается. Ну, я… Иисус Христос. Вы глупы какие-нибудь ситуации? Да нет. У Владимира этого всегда есть свойства, что он всегда играет логические игры. Он практически всегда молчит. Так вдруг, чего ты чувствуешь? Я чувствую тот-то, тот-то. Они говорят, любите друг друга. Я вас любил. Они ничего не такого не говорили. Про любовь, про свет и всякое прочее. Я, когда выступил понти Белат, я сказал, что я, как настоящий понти Белат, умываю руки. Что, безусловно, Иисус застойный казни. Но это дело должны решить сам еврейский народ в лице Каяфы и предотвещение. Но это в Евангелии тема же так звучало. Зачем это Атриама послали как бы к этому? Царю юридическому, да. Это его компетенции. Потом он вернулся обратно к этому. Вот. Ну, и еврейский сиродом также была похожа ситуация. Ну, это вот он на них. Ну, я сказал, что я зверел, я на вас посмотрел. Вы тут все собравившиеся, с моей точки зрения, просто папуасы. Я вам обещаю, что я вас всех, то есть, Иисус будет распят, я вас всех убью. То есть, всех участников с Иисусом. Я всех найду и всех уничтожу. А почему? Это же, Игорь, я тебе говорю. Вы об этом говорите. Что это тема, на самом деле, этого? Это роман о Мастере Маргарита, да? Это не тема. Понти, Пилат, это... Это не тема романа о Мастере Маргарита. Он сочувствует Иисусу Христу. Это да. Но с другой стороны, хочется сказать, что он никогда не убивал Левия Матвея. Понятно, что это полная аналогия, но все равно это же не тривиально, что римский наместник сочувствует какому-то галатарасу. Ну, это не означает, что он должен убивать всех его учеников. Ну, я говорю, и это не должен. Ну, почему? Потому что ученики могли считаться заговорщиками. Ну, это я так и сказал, да. Меня потом спросили, а ты по закону действуешь или просто так? Кто-то из апостолов. Я говорю, что вообще говоря по закону. Потому что... Верк, если спонишь Христа, распялись двумя разбойниками, это же не просто так же, да? Потому что, видимо, и Христа считали каким-то своего рода разбойником. Ну, я так и говорил. По закону он виной, но эти все люди знают за год виной. Пришел Григорий, римский император, сказал, с какими идиотами мне приходится работать. Сейчас я с этим понятием Пилата. Я говорю так, Григорий, и мы вижу в этом деле будущее. Я пошел предлагать корону римского императора, апостолу Петру. Он от него отказался. И так далее. И так далее. Если бы это так произошло. Император, это вообще какая-то треща у вас. И раз так. Что это за император, только предлагай свою корону. Да. Или он предлагал корону царскую. Есть разница между императорской властью. А если там есть как царская власть? Нет, он императорскую предлагал, конечно. Но это вообще не реально. Чтобы император предлагал корону царскую. Значит, быстренько его там навешал, как шмак-шмак. После этого, значит... А что, были римские солдаты? Нет, он сам взялся за них за две пришелки. То есть, довели человека, что он сам распялся. А потом больше уже не играл? Нет, он играл. А после этого... Бог уже? Значит, решили эту ситуацию сделать так и так же. Взяли Христула, посадили их у стенки под доской, что называется. Посадили с одной стороны Иисуса Христа, с другой стороны посадили... Ты мне хочешь сказать, что это не игры взрослых? То есть, сколько бы реально сначала была реальная история про двенадцать апостолов, хотя это легендарная история, а потом уже стало реальностью, что уже троица существует, да? Да. Потом троица сидит. И тоже реальная. Совершенно реальная троица. Петр стал Господом Богом, Матцом, и там нашли Святого Духа, сбоку его тоже посадили. И они троица таким образом посадили. С одной стороны сел Каяфа, с другой стороны Ирод, бывший апостол Петр. Богом отсутствует. Да. Теперь он на эту руку, на Дриду и Рима. Значит, посадили, я сел прямо напротив них, со мной сел народ, там слева где-то сидел, значит. Просто это расстановка, да, поэтому важно в труде сидеть. Слева и с другой стороны, по правой руке, там сидел Игорь Гарима, и они чем-то там и занимались. Значит, что говорит народ, что они по поводу этой Думы, по поводу этой конфигурации. Я, как видите, помню лучше всего чего, что сказал Янхар. Ну понятно почему. Я уже сказал, что у меня вообще не живой ложной картины, которая там перед мной развивается. Что никого у вас нет, и быть у вас не может. Никакое влияние вы на нас, здесь я сижу со сноводом своим. Большая часть апостолов преобразовалась на вот мы там по рукам носились. Чувствую себя совершенно замечательно, хорошо, а вы никому не нужны. Тогда они все подумали, организаторы, и выгнали всех трех богов нафиг за дверь. Они убежали туда, значит. После этого на место Бога Отца... Не делали богов, а Троица. Ну, Троица, да. Троица все это выгнали. Троица пошла по Троицу, в общем ушла Троица. После этого, значит, посадили на центральное место Бога Отца и Григорина. Он там сидел. Это значит... И потом некоторое время походили, походили, и решили Иисуса Христа вернуть. Иисуса Христа вернули, там же посадили Его. Тоже на это старое место. Все опыты по тому, что... Выступили, я сказал, что такая картина лучше. Тут же начали этот Рим про пространную речь, про будущее, связанное с христианством, ничего-либо еще, продвинули. Ему сказали, что ты, вообще говоря, в музей, и ничего больше, нынешние релопы. Что у тебя всего лишь три вакансии охранника, сторожа и уборщика. Все, что у тебя есть, наставили. Три вакансии открыты, и больше у тебя ничего нет. И вот таким образом мы этим делом занимались. Тут наступило время обедного перерыва, и Резада прекратила дозвольная речь. Собственно, игра. В спаянии начинается игра. Опять какая-то... Или Мария Макгалина, типа там, Махмад и... А, она там тоже ходила, и она постоянно говорила, что у нее... Участвовала она? Да, участвовала. Ну, а я всех же спрашиваю, что ты думаешь. Она говорила, что вы ничего в Боге не понимаете, ну, как обычно. Что у меня чувство эрличной ненависти к понтию Пилата. А последний раз, когда она проходила туда со своим чаем, она говорила, вот сейчас я немного не выдержу эту понтию Пилата, я этим горячим чаем обою. В понтии Пилата, то есть мне это чрезвычайно не нравилось, потому что, можно быть, ходить обожженным с этим. Ну, то есть там ситуация нагнеталась. Где-то улитка, а есть такая... Сергей Борисович, у этого клуба фантастов, была премия под подписью Стругацкого. Она тоже улучалась. И там была её знаковая, так называемая Монзова Улитка. Ну, от романа Стругацких Улитка на Скорье, да? Вот это была улитка. Мога улучшался вот этот приз. За цикл рассказов Бритва Кава. Вот. Так у фантастов. Что-то скучно было. Ну, это я так рассказывал. Дальше. Закончился обеденный перерыв. Как всегда, час на какие-то видения, разговоры. Люди нам пытались рассказать, что такое еврейский народ, что такое современная еврейская история. Поделились, значит. Были у нас фабрики мыслей почему-то. Их было как бы три. Одна была русская и три еврейских. Одна еврейская фабрика мыслей была в Европе. Это были Ротшильды. Вторая это был КВД Тент Симонса, который он прям раз в жизни услышал. Это было в Америке еврейская. И была, собственно, израильская группа. Ребята. Вот. Потом был Нассер. Который на всех Нассер. Он как бы Египет у нас представлял. Ну, и весь арабский мир заодно. Был Евросоюз, безусловно. Ну, вот. Игла, как и нибудь страны. Тора, опять-таки. Был призр Холокост. Которого Едино Борисовна Переседина играла. Холокост мы его кормили. Люди сотворили Торы и призр Холокост. Да, да, да. Тора и Холокост. У нас был Тора и Холокост. Ну, вот. А так поиграли. Слегка. Значит, итог какой. Несколько тактов игры сыграли. Ну, Россия по понятным причинам. Он состоял из двух игроков. Опять-таки из меня. И из Уралвагонзавода, ныне модного. То есть с моим коллегей Александром. Мы уже второй раз с ним играем в том же составе. В предыдущий раз мы играли за Война против Леви. Мы играли за Россию в том же составе. Поэтому, как вы понимаете, было достаточно весело. Вот. Значит, закончилось с тем, что там произошла стычка между Египтом и Израилем. Израиль пересек Суэрский канал и оказался, в общем-то, на низких километрах от Каира. Никакой дорогой большой войны не было. Единственный недостаток, что убили Ромни, что в Америке наступил трезис. То есть победившие Обама и Ромни убили себя победителями. А потом Ротшильды, по сути, пришили и Ромни убили. То есть вот такая была ситуация. И в результате мир выцелился определенного рода хаос. Европа была не способна ни на что, никакие действия была меняема и не готова. На Ближнем Востоке все воевали против всех, но на войну с Израилем не произошло. То есть Израиль оказался на коне, а все остальные странные не смели на него напасть. Большую часть времени мы посвятили обсуждению следующего вопроса. По данным, так называемым, МОСАД, было известно, что Священная Гора, вот эта Галуфа, она в Иерусалиме заминирована. И все обсуждали. Зовут израильтяне ее в случае опасности. Только Священная Гора это не Галуфа. Ну да, ну не всегда. Храмовая Гора, не Галуфа, да. Храмовая Гора, прошу вас обслуживаться. Храмовая Гора. Храмовая Гора, она заминирована. В которой находится сейчас мечеть, что ли? Амар? Ну что-то там находится, не знаю. А как она может быть заминирована, если сейчас станет чистой? Она под землей. В Финдексе? Да. Какие себе это было бы так, сейчас был бы скандал между этими арабами и арабами? Ну и выясняли. Все говорили, что раз висит ружье, значит оно должно выстроить. Раз это дело заминировано, значит оно должно взорваться. Больше всего сходило, что надо этот цикл закончить, и это надо храмовую Гору взорвать, чтобы такое сделать с оградой жест. Ну вот, таков и таков расклад. Значит, выводы, которые можно сделать. Хм, из этой игры. Значит, различаются три вида войны. Первая – это обычная война, которую мы привыкли с танками и чем-то еще-то. Оперативно-тактическое искусство. Это называется война Ареса. Вторая – это экономическая война. Те, которые в экономике сильнее, вместе с воевыми действиями, это война Афина. Это другая долгой войны. И третья – это война идеологии. Они ее называют почему-то войной антологией. Это война Аполлона ее называют. Мы пришли к выводу, что Аполлоническое начало очень… Не Аполлоническое начало. Войну Аполлонов, по крайней мере, евреи ведут очень хорошо. Но мне стало совершенно очевидно, каким образом эту игру можно разрушать. Они, в общем-то, свою мифологию, свой сказку, указаны в зависимости от мира. По сути, сейчас выглядит так, что Иисус Христос и вся та ситуация, которая была – это чисто еврейская ситуация, которая навязана в зависимости от мира. Поэтому от этой ситуации надо отказываться, ее надо разрушать. Поэтому я всегда пытался в Торе предложить наших родных российских караимов, которые живут у нас, как известно, в Крыму. Когда им пытался таким образом. То есть, вот этот всевозможного рода миф связан, что Эль Курс является настоящим Иерусалимом, что храм Майагора, высотой 20 метров, являются главной священной реликвией всего мира и так далее. Все это надо было разрушать. Один джет, в который, я полагаю, следует принести – это русское православие московского Патриархата. Стало совершенно очевидно, что пути России и так называемого русского православия в его форме никонианской ереси, еще в сиркианском изводе, окончательно разошлись. И чем мы быстрее это поймем и после этого откажемся, тем будет лучше. Вот такой был. Оказалось, что вести войну Аполлона, как это не оказалось, не странно, оказалось очень просто. Надо просто тщательно, основательно разрушать мифологию, которую тебе навязывают другие, и пристроить свою. Меня спросили, а что это, может быть, надо вериться в книгу тебе читать? Да почему твои свои книги? Но тем не менее, вот этим надо заниматься. Вот такая примерная игра, просто если есть вопросы какие-то. Вопрос в чем состоит? Почему? Во-первых, на самом деле есть проблема состоящая в том, чтобы отождествлять современный и еврейский народ. А, это я тоже сказал, что я нисколько не верю, что тот самый иудея, которого написано в священном питании, современный питание. У нас уничтожали усилия. И еврея, и еврея, и Азия – это один и тот же народ. Совершенно в это не верю. Да, это во-первых. Но даже если допустить и на это внимание не обращать, то все равно разница в чем состоит. Просто есть народы, у которых была идеология, которая их сплачивала, а были народы, у которых такой идеологии не было. Да. Вот и все. Разница была именно в этом. А не так, как ты думаешь, что было две идеологии, а одна победила. Да, может быть. Просто не было. И тогда, как будто того народу, того идеологии не было, для того чтобы привести какую-то силу, что они искали какую-нибудь идеологию внешнюю. Допустим, христианскую. Понимаешь? Как бы фактически объединение, допустим, Руси возможно произошло по линии именно христианской идеологии. Там пускай мечом, и это понятно, и огнем, это все ясно. Но зато благодаря христианской религии огромная территория России была объединена. Понимаешь? То есть смысл состоял именно в этом. А у еврейского народа идеология была. Только непонятно, как бы, у какого еврейского народа, но это уже другой вопрос. Ну вот, тем не менее. А теперь, когда уже, на самом деле, действительно, на поверку имеем идеологию христианской, идеологию еврейской, идеологию, допустим, мусульманской, вопрос состоит в том, на самом деле, как с этим выйти. Как вот, на самом деле, это же вообще противостояние между, допустим, христианами и евреями, а на чем жидится? Что христиане не могут допустить мысли, что, на самом деле, вот евреи являются их, как бы, родоначальниками их религии, да? Получается, что кто-то один народ является родоначальником, как бы, идеологии целых, там, континентов. Вот, в чем ненормально, как бы, состоит. Потому что евреи всегда, как ты правильно говоришь, они и присваивают историю, да, связанную с Христом. С тем, что на 12-го, он совсем очевидно. Пусть они, как бы, отпустив с чем-то не согласны, но, тем не менее, они говорят, что... А, для меня, я недавно видел маленький ролик. Знаете, есть такой Стас Белковский, он, как бы... Хоть он говорит русский, но он, конечно, похож на 100% на еврея. Станислав Белковский известный политолог. И он что-то там-то рассказывает, ему, значит, звонят по телефону и спрашивают. Сколько, говорит, как вы думаете, долго будет положаться такая ситуация, что евреи будут учить те русских жизни? А что я вам отвечу? А это, говорит, будет всегда. А знаете почему? Потому что Россия, в первую очередь, была страна православная, а все, Иисус Христос, апостолы, Магрины были с чистохромными евреями. Ну, это старая тема, да. Старая тема, эта тема, наверное, начинается... Есть такая тема философии Спиноза, который просто ушел от Робина. Робины хотели его убить, там, и он, в принципе, как бы, вообще всю жизнь оставшуюся держался вдалеке от них. Он даже был отлучен, типа, отлучен. Да, отлучен был, тем не менее, сейчас является чистокровным евреем. Одним из самых выдающихся евреев всех времен и народов. Входит в сольки, так сказать, этих евреев. Ну, это же смешно на самом деле. Человек сам ушел. Значит, общее ощущение, вы не поверите, оно было ужасное. Знаете, не ужасное, а было удивительное. В общем, вот так, как было, все были умные, интеллигентные, образованные люди. Но над всем этим влетал такой дух антисимитизма. Почему? Влетал. Ну, пока христианство, на самом деле, существует, на самом деле, вот эта постоянная апелляция к евреям, и какая-то, как я так сказал, вежливая соревновательность между христианами и евреями будет постоянно влюбляться. На самом деле, единственный способ от этого избавиться от немысли, так сказать, для масс населения, это просто перестать быть христианами. Конечно, конечно. И все. Конечно, столь перестать быть христианами. Совершенно непонятно, зачем это странная мифология. Наш век, так сказать, век науки. Почему, почему Иисус Христос, почему не Винни-Богу, скажи? Да, конечно. Насчет Винни-Бога необязательно. Ну, тебе не нравится, да? Ну, что-нибудь еще там можно. Винни-Богу поклоняться смешно как-то. Ну, возможно. В моей маме, но возможно. Подумай сам, на самом деле. Для чего нужен Бог? Ну, есть у людей такое вот желание по кому-нибудь поклониться там. Поклонение есть две. Кто-то исполнил, говорит. Почему важно нам христианство? Потому что если оно уйдет, то на его место залезет вообще вся конечность. Ну да, так оно и случилось. Еще самое забавное, что там был этот... Как его звали-то? Как звали-то? Офицер-эйхман или этого? Который проставился уничтожением евреев и был из Аргентины перевезенный казнен в Израиле. Эйхман, по-моему. Эйхман был там еще и соединен. Ну, суть вопроса стоит в том, что ты правильно говоришь. Как только христианство отказывается от христианства, сразу всплывает книга Виллиса, всякого рода русских, древние верования, Перуна, Вилец и прочее. Ну, не понятно, что там всплывает. Нет, почему вам? Может быть, и какая-нибудь святая. И всякое это там... Свидетель Еговы, если ты отказываешься от православия. Свидетель Еговы, это та же самая фестивальность. Нет, если ты отказываешься от православия. Свидетель Еговы, это еще более иудийская религия, чем христианство. Это так. Так что можно про это забыть. Поэтому это и опасность есть. Единственная возможность просто быть светским человеком. Тогда тебе не надо будет никакой ни христианства, ни иудоризм, ничего тебе не надо. Ну, понятно. Ну, еще есть еще... Ведь даже мусульмансы, это же тоже своего рода ветви аврамической, да? И тоже связаны как бы с людьми. И те тоже могут претендовать на то, что это их религия. И мусульмане точно так же из-за того, что одним из источников их религии является, и еврейство, то еще так же не любят этих евреев. Точно так же. Но это уже основание. Так что, я говорю, единственная логика здесь уклонения, это просто как бы... быть светским человеком. И все. И тогда не будут тебе указать все эти там дырязги, и все это для тебя несущие сна. Ну вот да, да. То есть отказаться от этой всевозможной вирусной идеологии, которая сидит и которая... Да нет, она на самом деле... Причем этот проект вписал в свое время очень интересный Ницше. Ницше же считал, что еврейский народ является своего рода таким коварным народом. Он не мог победить и римскую империю в прямой стычке. Не хватало войны Афин. А никак. Единственный способ у него победить, это вот на идеологическом противе. Но как заставить рух внутри, как это сделать на идеологическом противе? Для этого нужно было придумать какое-нибудь такое учение, да, и противопоставить это учение себе. И тогда получится так, что... Как там, это звучит посольство, друг моего врага, там сказать... Враг моего врага, мой друг, да. Типа на основе такой вот странной логики, да. Заставить принять христианство своего врага. Вот свой враг принимает христианство, а внутри христианцев заложено вот... Смирение, да, заложено на самом деле чейф уничтожения, да. То есть что делать, ничего не надо, надо на самом деле ждать вот этого. Заложено папунтос. Ждать какого-то там пришествия Христа, да, как бы... И, собственно, земная жизненнооценность никакую не имеет. Всё надо ради какой-то другой небесной жизни, как бы там... В общем, надо спасаться в монастырях, как бы, все сил отдавать туда их. В принципе, в начале существования Римской империи, уже когда христианство было признано общегосударственной религией, возникла проблема, что никто не хотел служить в армии, отказывались воевать, отказывались убивать. И была огромная была государственная проблема, каким образом, на самом деле, содержать, в общем, как бы армию в таком христианском государстве. Это специально указы были, что те, кто из христиантов откажется исполнять приказы командиров, тех убивали. Но на самом деле, как бы, изначальное христианство имеет такую вот антисоциальную направленность, да, потому что, в принципе, она нацелена не на земную жизнь, а на жизнь какую-то другую, по ту сторону. И вот таким способом, как Ницша объясняет, это иудаизм победил, и Рим рухнул, как бы, иудаизм теперь процветает. В частности, в форме христианства. Отсюда он, Ницша, да, и, собственно, в этом и состоит суть его проклятия христианства. Что он христианство, на самом деле, подрывает... Ну, в общем, получается, что я занял такую позицию человека, наверное, нечаянно. Потому что внутри твоей души это ты Ницшанс. Причем, как бы, если вспомнить, опять же, у Ницша тоже не все просто. У него, на самом деле, он противопоставлял Христу Дионис, а ты, говоришь, с Аполлоном доплываешься. На самом деле, как бы... Я с Аполлоном не вожусь нифига. Нет, дело в том, что у него же помнишь, что он Аполлоническая, Дениссийская, начало. Но Аполлоном это терминология. Я понимаю, да. Я просто говорю, имеют, как бы, такую... Ну, я нарезал. Мне там постоянно нарезал слов. Игру в слов. Игру в слов. Я нарезал слов. Нет, я чисто, как бы, такой вот, смежную игру в слов. На самом деле, как бы, как раз Ницше-то был филологом, да, причем отечниками, поэтому для него, как раз, образом противоположным был Дионис. Он как раз противопоставлял, у меня было, как раз, противопоставление между Христом и Дионисом. Ну, и вообще говоря, я могу сказать, что, судя по тому, что ты рассказываешь, что, ввиду того, что сама реальность, о которой, видимо, шла речь, она не была реальностью, была кириктовым мыслом. Видимо, поэтому и не получается у вас ничего всклеить, не удалось ничего всклеить. Ну, не знаю. Потому что во многом у вас получилось так, что некий геронический персонаж... Я в этот раз признал с реальностью. Это была третья игра, и я устал меньше всего. Раньше я больше устал. Ну, вот так. Ну, сходил, потусовался. В следующий раз они там будут. А Слепан участвовал? Да, конечно. Он же ведущий. Он же город. А, этот калашник? Калаш такого нет, конечно. Вот без калашника это неприятно? Нет, нет. Все, у них больше нет никого. Так это последний калор? Не-не-не, еще это фига будет. Следующая, по-моему, будет по Америку собираться делить. А может, нет. А что все-таки грандиозный клан? Почему не сыграть какую-нибудь маленькую игру? Ну, может быть, маленькую игру. Почему? Вместо того, чтобы судьбу еврейского народа, действительно, попытались бы, например, христианство разложить. Что такое христианство? На многую уважение есть. Войны. Речь идет о войне. Называется киостротек. Войны будущего. А войны-то будущего. Как раз речь и шла на том, что им иудеев против Рима. А причем здесь как-то со временц? Ну, мы антопрогностические игры. Она одна была только в прошлом. Ты должен его понять, на самом деле. Во всей тонкости надо было сначала понять противостояние иудеев против Рима. И там, на самом деле, действительно, такая война именно Аполлона. Ее, может, было проиграть не так, как вы проиграли. Похами, так сказать. Это не такая простая игра. Реально, как бы, ведь христиане... Ты можешь собрать ногу и провести его. Я понимаю. Ведь христиане победили им очень странно, да? Они, как бы, были колесованные, распинаемые, сжигаемые, там, четвертуемые, и тем не менее, они выиграли, да? То есть, проигрывая в каждом конкретном случае, как бы, да? Теряя людей, да, создавая мучеников, тем не менее, в итоге, как бы, они выиграли войну. Это же странно, на самом деле. Это другая стратегия, да? То есть, ты постоянно теряешь людей. Ты постоянно идешь на смерть, да? Постоянно не сопротивляясь. Причем, как этому же Христос так и учил, да? Не протейте злому, да? А вот они не протеялись. Они шли, они умирали. Они становились мучениками. Они даже назло приходили к императору, там, у кого какой-то там есть случай, там, вписывается среди этих мартирологов, там, что пришел просто человек прямо к императору специально, там, просто назло, чтобы глаза помозлили, что вот пришел, говорит, я крестьянин. Ну, естественно, его там сразу же убили, там, и так далее. Ну, сам факт состоит в том, что вот существует другая стратегия войны, когда она выигрывается не на сражении, а когда ты, на самом деле, постепенно теряешь состав людей, да? Но, тем не менее, делаешь это так, что это становится более значительным, чем, на самом деле, любые победы, там, на фронтах. А, главное, фронт везде. Да, фронт везде, да. Что самое такое? Ну, непонятно, что такое победа здесь, да, непонятно. Да. Потому что, казалось, Борин постоянно в каждом отдельном случае побеждал, потому что он уничтожил просто христиан физически. Тем не менее, в итоге, как бы, христианство победило. Ну, если быть уверенным, то, что история, которую нам излагают, является верной, потому что, возможно, все было просто не так. А, возможно, христианство было изначально имперской религией, как бы, да, и потом просто... То есть, когда империя рухнула, просто многие поспешили, как бы, присвоить себе то, что... Ну, наследие Римской империи. Кто-то присвоил себе, как бы, территорию, кто-то присвоил богатство, кто-то присвоил себе, как бы, это, идеологию, да. Правда, немножко пересмотрели. Вот так. Римской империи. Римской империи. Римской империи. Римской империи. Римской империи. Римской империи. Александр Янамد К Chan click essence. Рис baи выливады. Глядя, уникой умы хиты выиграли. Продолжение следует...